Место фантастическое. Знаете, кажется, что феи сейчас отсюда выпадут. Это главная жемчужина северо-востока Черногории – Хридское горное озеро. Его мало кто знает, это место абсолютно не массовое, неизвестное туристам, но здесь обязательно стоит побывать, если вы в поиске таких диких природных красот. Озеро не очень большое – 160 на 300 метров. Глубина, как видите, тоже не сильно большая, примерно средняя 5 метров. Раньше июня месяца я бы не рекомендовала ехать на Хридское озеро. Здесь самая настоящая весна с таянием снегов. Это может помешать вам доехать на машине до конца. Как-то моим друзьям путь к озеру преградило поваленное дерево. Недолго думая, они отправились пешком, а это 5 километров по нерасчищенному снегу. Замечу, что одеты были налегке и на календаре было 20 июня. Не забывайте, что на самом высокогорном озере Черногории может быть неожиданная погода. Дорога бездорожья для машины полпути. Ну а дальше можно запастись палочкой, как мы. И идти пешком. Вот она, цель. От дороги к озеру спускаться всего минут 7. Внизу вас ждет еще одна тропа. Если захотите, прогуляйтесь вокруг озера. Но я, увидев эти каменные валуны и заваленные деревья, решила прилечь и кайфовать от зазеркалья. Самое высокогорное озеро в Черногории, конечно, окутано легендами. Первое гласит, что его сотворили боги в подарок лесным феям. Они в нем купались, наслаждались отдыхом. Но однажды люди открыли их райское местечко, и феи вынуждены были покинуть его. Боги от печали и ярости рассыпали молнии и громы по окрестным горам и превратили людей в голые камни. С тех пор горы стали называться Проклетие. Существует и второе поверье, что купание в Хрисском озере приносит здоровье и счастье в браке. Вода в нем целебная. Но нужно опустить в озеро какое-нибудь украшение в дар. Тогда оно точно сбудется. Вы видите, что люди здесь делают костры, остаются явно на ночевку с палаткой. Будьте аккуратны с ними и обязательно тушите, когда уходите. Ну а по поводу ночлега в дикой природе. Если, к примеру, вы боитесь прямо вот здесь в палатке спать, то можно подняться сверху на дороге. Рядышком с озером есть такие домики, специальные оставленные для походников. Они без окон, где есть такие настилы деревянные, столы. И вы можете там переночевать. Вот этот домик называется «Склонишь ты». Как вы понимаете, можно здесь склониться, отдохнуть, переночевать, от дождя спрятаться. А любителям рыбалки скажу, что удочку брать сюда бесполезно. В озере рыбы нет. В далеком 1957 году местные жители пытались развести здесь форель, но популяция не выжила. К сожалению, из-за небольшой глубины это озеро полностью замерзает зимой, и толщина льда не позволяет кислороду поступать к рыбе. Назвать Хридское озеро безжизненным тоже нельзя. Здесь водится альпийский тритон. Это редкий вид саламандры, который живет и на земле, и на воде. Что мне нравится вокруг озера – это черничные поля. Здесь огромное количество черники. И даже сегодня, 11 ноября, я насобирала приличное количество. Курит трубку и делает молочную кашу. И добытая ягодка в лесу. Лучшая каша на свете. Какие впечатления? Такой насыщенный, дикый природ. Раньше проклетия редко посещали туристы из-за удаленности от моря. Но уже несколько лет, как доступна короткая дорога транзитом через Албанию. Конечно, можно поехать через Калашин и Андреевицу, но так будет длиннее и машин побольше. Если вам виза не нужна, я рекомендую погранпереход Циевна-Граба. Дорога в Албании очень живописная. Одно плохо – заправок на пути не будет. Заботьтесь о топливе еще в Черногории. Итого, дорога из Тива до Доплава заняла у нас всего 3 часа. На Хридское озеро можно доехать на джипе, на внедорожнике с высоким клиренсом. И обязательно возьмите что-нибудь сюда перекусить, возьмите термос. Покайфуйте здесь. А если это будет лето, возьмите купальник. Здесь можно купаться. Первое, самое простое – это взять машину в аренду. Можете переночевать в Плаве или в Гусине. Можно в окрестностях, в Катунах. Уже потом вы едете на озеро. Лучше рано утром. Будет очень красиво. Второй способ – доехать на той же машине до местечка Байрович-Катун. Этот вариант подойдет любителям хайкинга. Оставляйте машину у указателя Хридское озеро и продолжайте путь пешком через сказочный лес. Кстати, с июля по октябрь будет шанс полакомиться ягодами. Ну, а я отдыхаю. Кушать хочешь? Смотри. Подарок от зайчика. Тут можно найти информацию, что через лес идти 3,1 километра. Легкая тропинка, идти всего один час. Точка, куда мы пройдем. 1970 – это где озеро находится. Хорошо, что горные клубы маркируют тропы. И всегда можно найти на камушках, деревьях, красные такие точки либо стрелочки. Если за ними следить, вы никогда не заблудитесь. Также можно продолжить поход от озера на две горы – Хридский Кырш и Кырш Багичевича. Их высота более 2300 метров. И последний вариант, как добраться в эти живописные края – на горном велосипеде. От плава до Хридского озера существует круговой маршрут. Его расстояние – 50 километров. Ссылку на подробности я оставлю в описании. Насладившись сказочными красотами, конечно, вам захочется насытить организм. На обратном пути советую притормозить в Самеловой колыбе. В этих домиках можно присесть на кофе, сырок, на обед какой-нибудь хороший. А вот эти домики, они задают туристам. Но я вам очень рекомендую в горах задержаться. На одну или две ночевки, покайфуйте. Здесь масса красот есть. И попутешествуйте по Черногории. По дикой, прекрасной Черногории. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, узнавайте секреты этой невероятной страны.